что такое жизнь жизнь это прекрасный живой организм все что вы видите вокруг себя это все живое ваше тело ваши руки ваши ноги ваш диван кровать дом шкаф это все один большой живой организм если смотреть с точки зрения энергетики это все энергия все энергия она неразделима просто изменяется атом атом структура и получается стол 3 4 получается тело соответственно это большая одна энергетика неделимая она не разделяется мы едины мы все находимся в одном прекрасном организме это один организм это очень важно понять это как база вы знаете база нашей жизни это осознание что мы едины не на словах а в энергетическом поле восприятие понимание самой жизни это все единый организм космос планеты все это неделимое это часть одного прекрасного организма соответственно если человеке это понимание формируется с детства или в юношеском возрасте или взрослом он может осознать это поверьте это не очень легко это можно услышать но глубоко прочувствовать это чувство это надо потрудиться это надо потрудиться над собой внимательно посмотреть в себя и ответить на вопросы неужели все на вокруг живое все без исключений и неужели мое тело есть часть всего этого процесса до анти она меняет структуру когда я выйду с этого тела это тело разложится она сольется перейдет другие энергии и сольется с окружающим миром средою в аду превратиться неважно там разложится кто съест его название в том смысл том что это единый процесс человек не умирает тело переходит другое состояние с него выходит просто душа энергетическая сила которая оживляет тело но тело также самое живое она трансформируется другие энергии но она не может умереть эта трансформация так как вы рождаетесь трансформируется новая энергия материальная это ваше тело трансформируется когда вы маленький и с рождения очень важно детям это объяснять причем постоянно напоминать как детям так и вы себе должны это напоминать постоянно жизнь живой организм соответственно все вокруг меня живое и мы переходим на следующий этап для чего это делать для того что человек должен научиться понять что я как если разумный человек я должен учиться взаимодействовать в своем организме это мой организм и я из часть этого организма я не какой то что извне внесено нет я часть этого организма как есть бактерии вот так мы часть организма большого если человеке это формируется осознание тогда он понимает почему созданы духовные законы что такое духовные законы духовные законы это инструкция как взаимодействовать физическом мире чтобы не причинять себе вреда и окружающим это очень нелегкая учеба потому что каждый из нас это забывает что мы часть единого организма и начинает поступать взаимодействовать по другому но я сейчас хочу уточнить вы не должны думать за других в данный момент каждый смотрите только на себя это очень важно не думайте как другой поступает не думайте как третий поступать вот когда я веду беседу только думайте за вас не за ваших детей смотрите в себя каждый из вас смотрите только в себя работайте только в данный период над собой над своими мыслями на своим восприятием жизни и вернемся если человек уже понимает этот принцип так я часть живого организма неразумно опять же это выбор каждого здесь есть свобода воли у каждого человек может калечить свой организм это его личный выбор соответственно осуждать его за это не надо нет нужды осуждать человека который делает тот выбор он калечит себя есть люди и откалечат друг друга это их не выбор их нельзя осуждать осуждение это тоже не принятие эта игра очень нелегкая но кто найдет правила инструкции как идти по жизненному пути и кто знает правила и может их соблюдать у него хватает духовной силы и разума чтобы соблюдать эти правила этот человек будет счастливый потому что он усвоил уроки как ему взаимодействовать с окружающим миром физическом восприятии мира из духовного духовном же сказано очень простые вещи и причем это все говорят мудрецы я повторяюсь постоянно потому что это база это база вашего индивидуального счастья каждого независимости от вашего возраста это база когда человек понимает что если не осуди надо осуждать это живой организм сама жизнь знает как она поступает почему правил родился такой или иной тот или иной человек почему тот или иной ушел почему тот или иной поступает так мы несем ответственность каждый сам за себя и родители несут ответственность за воспитание детей что не вложит детей с детства до 14 лет дальше ребенок берет ответственность за свои поступки мысли уже на себя но он уже исходит из того что в него заложили и потом уже сам начинает копать раскапывать учиться ошибаться на своих поступках на своем опыте и вернемся к живому организму живой организм жизнь она живая она чувствует ваши мысли она чувствует вот если вы представите что жизнь это настоящее прошлое и будущее в данном моменте оживает мозг тяжело и тяжело ему это воспринимать но жизнь сама знает и прошлое настоящее будущее и соответственно вот например как это такая система крутая крутая система но она живая она единая это океан энергии который создает физический мир духовный это одна живая неделимая система это очень важно постоянно себе напоминать что я живой часть меня часть другого человека мы едины если в энергетическом плане мы перетекаем и взаимодействуем наш разговор это взаимодействие с другим миром это организм взаимодействует сам себе желудок с печенью там соки от одного переходят другого так и в жизни мы взаимодействуем друг с другом только это усложненное у нас еще есть мысли у нас чувство это усложненная система соответственно если мы в жизни относимся к другому человеку в любой ситуации вот тут уже и заключается насколько человек мудр и осознан если человек продолжает осуждать кого-то не принимать какой он есть на данный период пошли все свойственно к изменению человек не принимая другого что он такой на этот период это знаете как пища пришла и пища не принимается соответственно организм начинает шалить но шалит у того кто не принимает на другого человека пища в этом не вят она просто такая но человек не принял поступок того или иного совершившие действие мысль другого человека он не принял это непринятие это расстройство человек сам себя расстроил это таком примитивном самом простом уровне чтобы человек понял почему этого не надо делать он не принял он получил в самом себе расстройство то что происходило она и будет происходить с другим человеком жизнью странного и поступка он будет так поступать вы не сможете что-либо изменить многие из вас могут задать вопрос а игнорировать нет это не игнорирование это просто принятие если вы не можете повлиять и вы не влияете на эту ситуацию человека должно быть просто принятие опять же подчеркну если вы не можете повлиять у вас нет такой возможности вы должны просто быть в жизни в этом восприятии ничего пытаться не делать есть есть нету нету можете повлиять помогать и это уже ваш индивидуальный выбор но если вы не можете не расстраивайте свой организм вот на что направлена мысль вы сами себя расстраиваете если человек уже может это понять это хорошо осознать это прекрасно когда человек это осознает он тогда начинает а ситуации постоянно разные случаются каждый день разные ситуации когда человек уже научился это не делать у него не происходит расстройство не происходит отторжение мира понимаете что такое отторжение мира непринятие вот там то-то что-то кто-то неправильно кто-то правильно нет или да да примите все оно было есть если вы на это не можете влиять просто примите как процесс вы же когда ужасы смотрите вы же не выключайте фильм многие из вас любят ужасы только вдумайтесь любят ужасы фильмы ужасы в жизни происходят реальные но их не надо отторгать смотрите эти ужасы если вы не можете влиять не надо наслаждаться не надо печалиться но наблюдать эти ужасы да звольте им быть поверьте этот урок индивидуальный не то что позвольте это то что вы хотите нет они происходят происходит можете повлиять как-то помогайте заботьтесь выполнять свою функцию но помните жизнь это живой организм не стоит никого не осуждать не стоит никого обманывать вы обманете вы обманете только себя невозможно в живом организме вот если вы осознаете это что вы живой нельзя обмануть другого жизнь потом вас обманут так же само не этот человек другой человек обманет жизнь сама обманет потому что жизнь это как такой компьютер который честный вы знаете вот он честный у каждого есть возможность идти вверх и вниз в свет и в тьму читают~" честной но он честный вот понимаете если человек осознает что компьютер честно и почему честный закон справедливости про что есть плохие идешь плохой internship хороших хорошие разве это плохо каждый из вас хочет быть честным и каждый из вас говорит что честность это хорошо если вы говорите что честность это хорошо этот компьютер честный вы подумали плохо вам вернется все и не в том дело что я этого хочу это компьютер так работает эта жизнь она живая ее нельзя обмануть ее нельзя не принять не принимаешь проблемы у тебя буша ты не принимаешь все же происходит это живой почему я подчеркиваю пацан живой 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 когда человек усвоить что это живой организм тогда он сможет понять что нет смысла кому-то вредить это становится бесполезным не стоит на кого обижаться до ситуации разные вы принимаете отходите делаете свой вывод вы не обмануете вы прошли если вы не можете позволить ту-лимную вещь себе и и надо воровать вы не можете поскольку подумайте как вы можете к этому прийти как вы можете сделать то чтобы вам заплатили чтобы мы смогли купить эту вещь там стать богатым счастливым неважно у каждого свои индивидуальные если там нет ребенка подумайте как вы можете оздоровить свое тело там и чтобы у вас был ребенок если вам нужен нужна машина подумайте как вы можете опять же это все взаимодействие жизни вы даете жизни жизнь дает вам вы даете жизни жизнь дает вам и это простые правила не осуди не укради не убей все живое и вот на этом слове я хочу закончить эту прекрасную тему все живое вы должны это помнить постоянно и тогда у вас начнет формироваться разумное восприятие жизни честно сказать уважение просто от живой организм это все происходит и это прекрасно всем хорошего настроения до связи ура